Письма марки посылки Бандероли. Даже во всемирный день почты работа в Химкинском отделении на Московской, 18, не прекращается ни на секунду. Ежедневно одних только писем отправляют больше сотни. Здесь важна скорость работы каждого сотрудника, от почтальона до руководителя. Светлана Капицына, начальник центрального отделения связи Химок, пять лет посвятила почте. Больше всего в своей работе любит общаться с людьми и приносить им радость. Работа сама по себе интересная и очень многогранная. И поэтому здесь все время растешь и движешься. За счет этого она очень интересна. В привычном виде почта появилась несколько веков назад с развитием промышленности и торговли. До этого люди передавали важные новости через гонцов или почтовых голубей. В 21 веке все стало намного проще. Отследить посылку можно по мобильному телефону. Я заказываю через интернет-магазин детские вещи, поэтому через почту всегда получаю. Мне вот что нравится, я скачала приложение Почты России и мне доставка, когда я все вижу. Вот сегодня получила смс-ку, вот я прибежала и получила. Покупки через интернет – большая нагрузка на почту. Чтобы ускорить процесс отправки и получения посылок, развивают электронные сервисы. Например, можно получить почтовое отправление без извещения и паспорта. Нужно лишь зарегистрироваться в личном кабинете на сайте госуслуг или через отделение почты. И все посылки вы будете получать по смс-коду. Прошу, пожалуйста. Спасибо вам. До свидания. Недавно ввели еще одну новую услугу – предоплаченные посылки. Сейчас можно оформить свою посылку на сайте, не выходя из дома. Можно распечатать бланк, он уже будет с номером. Клиенту достаточно только упаковать и прийти в один из центров выдачи и приема посылок. Без очереди можно сдать свою посылку. То есть просто нужно ее отдать и все. Оплачивают уже на сайте. Всего на территории городского округа работает 17 отделений почты. За последние два года открыто два отделения связи и три полностью отремонтированы. В планах на будущее обновить и привести к единому стилю все отделения почты городского округа. Ксения Каретникова, Матвей Шинкаренко, Служба новостей.